Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Приветствую вас на нашем канале Каждый день. Добрый день. Меня зовут Лора. Меня зовут Олег. Этого человека зовут Олег. У тебя только что чуть не случился, как вот камин-аут или камин-ап, когда выяснилось, что настоящий Олег это Лора, а я Лора. Но нет, все по-старому, все нормально. Этот смешной момент я вставлю в конце видео. Посмейтесь вместе с нами. Мы в традиционных ценностях и по традиции мы отправляемся в путешествие. Расскажи, Лора, куда мы пойдем. Мы едем в Псков. Едем мы втроем. У нас вот такой пассажир самый серьезный и ответственный. Поедем мы туда на три дня. Два дня мы проведем в Пскове и один день в Гдове. Такое у нас большое путешествие. Волнуюсь, нервничаю, как оно пройдет, но пока все идет хорошо. Анюта спит. Ехать там четыре часа. Вот. Это у нас такая, наверное, предподготовка, поездки в Кисловодск. Туда, конечно, намного дольше ехать, но надо с чего-то начинать. Что у нас там будет, Олег? Ты так сказала, предподготовка. Это у космонавтов предварительные полеты. Можно сначала скажу, мы долго готовились к этой поездке. И даже вот кресло Анькина мы устанавливали вчера с Константином. Спасибо большое коллеге с работы. Опытный отец. Отец многих детей, но и он провозился полчаса. То есть у нас с Лорой вообще не было никаких шансов установить это кресло. Родители наверняка, дедушки, бабушки знают, что такое автомобильное кресло. Иногда это просто взрыв. Я думаю, мы его поставили и снимем только. Да, когда будем продавать машину. Когда машину продавать. Ну посмотрим. Мы едем в Псков, как Лора сказала. Мы немножко решили, прислушались к вашим постоянным комментариям. Что вы там ничего не знаете, рассказывайте. Завтра мы первый раз решили взять экскурсовода с профессиональной экскурсией. По разговору Лора позвонила предварительно, пообщалась. Ей понравился разговор, как говорит человек, его речь. Посмотрим, насколько интересная будет экскурсия. Темпер голоса. Да, темпер голоса, что немаловажно для Виктора. Конечно, мы не будем все показывать, чужую экскурсию. Но хотя бы больше достоверной информации дадим вам. И будем получать, надеюсь, меньше комментариев, о чем эти идиоты говорят. Они ничего не знают в этой жизни. То есть будем узнавать город Псков вместе с вами. А потом мы поедем к дяде Вале, в ГДОВ. Тут как раз не так давно на нашем канале вышло видео 20-го года. Историческое. Когда вы даже не планировали быть блогерами. Просто снимали на телефон. Да, вообще. Просто так снимали на телефон отрывочные видео. Но потом случился ковид и случилось блогерство. Что еще я хотел сказать. Конечно, много переживаний, как сказала Лора. Насколько Анюта переживет эту дорогу. Как она ее осилит. Как она будет себя вести. Не будет ли капризничать. Надеемся, что все будет хорошо. Пока наша принцесса села в это кресло. Ей понравилась. Она такая села, как королевишна. Посмотрела в окошко и уснула. Дорога достаточно длинная. Еще нам ехать 3 часа 40 минут до гостиницы. Гостиница интересная. Конечно же, по традиции покажем. Мы сделаем обзор. Да. Тоже рассказываем. Пожалуемся на некоторые гостиницы Пскова. Мы изначально хотели быть в другой гостинице. Но там нас нехорошее слово прокатили. Демоны. Да. Дали одну цену. А когда через 4 дня мы уже хотели зарезервировать. Просто цена с 5600 рублей выросла до 8000 рублей. И сказали, ребята, у нас динамично меняющиеся цены. И мы обалдели. Чтобы вы понимали, это середина недели. Да. Это не горячий сезон. Это не майские праздники. Просто середина неделя. Апрель. За окошком снег. Ну что, поехали? Поехали. Соня называет такие истории, когда я рассказываю шутка-самосмейка. Что папа рассказывает и папе смешно. Но я попросил Волора снять. Потому что мне смешно. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Когда мы собирались дорогу, я посмотрел, построил маршрут. И мне показалось, что самый оптимальный маршрут идет через платную дорогу на Москву. Там сложная история с нашим старым транспондером. Мы решили купить новый. Я его заказал. Вчера ждал его весь день на работе. Ждал доставку. Нервничал. Привезли в последний момент. Приехал домой. Там куча была проблем с установкой в приложении. По итогу Волора зарегистрировала его. Пришлось даже ее маму привлекать. К этому спасибо большое. Зарегистрировали. И уже в приложении Волора набирает. Я говорю, посмотри, сколько денег будет доехать до Пскова. Она набирает. Ноль. Я говорю, нет, нет, набери еще раз. Что-то не так. Ноль. Оказалось, дорога лежит вообще не через платную дорогу. Но зато у нас теперь есть транспондер, на котором лежат деньги. Это такой задел на будущее поездки. Кстати, я вчера посмотрел. От Питера до Кисловодска сейчас сложена цена. В одну сторону 4 400 по платным дорогам. Но это так. Пока мы не собираемся в Кисловодск. Но очень хотим. Но очень хотим. А желания, как вы знаете, не имеют такую тенденцию материализоваться. Поэтому мы об этом очень думаем, очень надеемся. Хотя до этого придется сделать много разных шагов. Но мы верим, что так и будет. Мы поедем в Кисловодск. А где смеяться? Смеяться вообще все. Нормальные люди, знающие, должны были смеяться все время. Я просто дополню эту историю транспондером. Как мы его не покупаем, так вечно какая-нибудь фигня с ним происходит. Чтобы что-то изменить, это надо ехать к ним в офис, платить деньги, писать заявления. Офис находится тоже в не очень-то удобном месте для нас. То есть люди сделали все, чтобы их услугами было приятно пользоваться. И когда вот в очередной раз, купив транспондер, те у нас были на фирму, мы купили свой личный. Мы выяснили, что мы на себя их зарегистрировать не можем. Потому что предыдущий транспондер один на Олега зарегистрирован, второй на меня. И вот третий мы уже пришлось зарегистрировать на маму. Вот. Что еще там было? Мы звонили в службу поддержки. Они говорят, нет, конечно, вы можете на себя еще зарегистрировать один транспондер. Но вы должны приехать к нам. Заплатить 350 рублей. Лично. Лично. Лично написать заявление. Тогда мы с вас снимем те транспондеры и зарегистрировали новые транспондеры. А мы говорим, что нам не надо снимать те транспондеры. Они у нас на фирму. То есть, наверное, вот в этом месте надо было смеяться, что когда мы через все это прошли, положили деньги наконец-то на счет. Выясняйте, что он нам не нужен. Пара-пара-пам. Пам. Я еще для себя понял, что если у нас не будет работы, я буду, наверное, писать рекламные слоганы для разных компаний. И вот в этом случае, мне кажется, идеально бы звучало «Росавтодор» с нами. Максимально неудобно и некомфортно для клиентов. Поэтому, да, это удивительная компания, придумывающая непонятные сервисы. Романтично смотрящая вдаль девочка. Мы проехали уже три часа. Остался еще один часик. Ну, как? Полет нормальный? Нормальный, говорит. Вообще никто не нужен. Ни мама, ни папа. Все замечательно. А почему мы с тобой удивляемся? Она столько в дороге провела у тебя в животике, что, мне кажется, это для нее привычное состояние. Куда-то ехать. Куда наша девочка только не ездила в мамином животике, скажи. Да. И в основном это все это машина была, ну, кроме Турции. Я думаю, Турцию она не помнит. Да. Я просто очень сильно переживала, как они все везли. В кресле. Она не любит, когда там, как и все дети, наверное, не любят. Когда ее что-то сковывает, связывает. А тут он сидит, смотрит. Вообще ни на что больше внимания не обращает. Да. Три часа спала до кормления. Прям идеально. Хоть каждый день в машине вози. Папа. Дорогие родители. Будешь ездить на работу с Анютой. Да, да, да. На работу точно Аньку можно брать с собой. Мне до работы ехать час, так что. Да. Но погода солнечная. Радость в радость. Кстати, уже 11 градусов. Ого. В Питере было 8. Да. Но Пскове всегда теплее. Пскове теплее, да. Мы приехали в гостиницу. Это, конечно, не парадный вход. Вот. Ну, такая миленькая. Ангельская, да, гостиница? Ангельская. Да. И вот наш главный ангелочек, который доехал. Здорово. Показывай вам. Привет. Привет. Где он? Здорово, моя сестра. Ну, доставай коляску, будем заселяться. Что, проведешь обзор номера? Я вообще могу обзор всего отеля. Очень приятный отель. У нас номер на мансарде. Тут вот прилагается в комплекте девочка. Да. Нам поставили кроватку. Сейчас номер большой, светлый. Но единственное, я вот думаю, окно не закрывается. Утром будет не выспаться. А, не закрывается, ты имеешь в виду жаль. Да. Да, да, да. Ну, хорошо. Называй оставайся раньше. Отель чистый, свежий. А где здесь? Сейчас. А, надо карточку вставить. Я, как всегда. Мой-какарматы эти там. Да. Что-то у вас? Кондиционер. Свет не работает. Шкаф. О, отлично. Большой сейф, холодильник. Все свежее. Олег сказал, что в прошлом году, в 21-м. В прошлом году, осенью и осенью. На водичку. Так, здорово. Так, что здесь? А тут ничего. Малюнь, как тебе? Анечка, как тебе твоя новая вещь? Кровать большая. Ой, матрас хороший. Ну, самое главное, кроватка есть. Да? Ой, довольная. Так, сейчас ванна. Большая душевая. Все светлая. Привет. Все необходимые генетические принадлежности. Мне нравится. Цена номера 4000 за ночь с завтраком. С завтраком. Завтраки покажем. Да. Мне нравится то, что здесь пахнет чистотой. Здесь все. Ага. Свеженькое еще такое. Зю-зю-зю, знаешь, такое. Зю-зю-зю прям. Ты прям с Анютой. Ну, что ты? Зю-зю-зю. Зю-зю-зю-зю. Да. Ну, что? Хорошо. Будем располагаться и пойдем гулять? Да, конечно, конечно же. Для чего мы сюда приехали? Нуж не отдыхать и не спать. Смотри, прекрасный город Псков. А-а-а-у-а-а-а-а… А-а-а-а! Иа-а-а-а-а-а-а. Адрес гостиницы? Переулок Залито. 1 дробь 14. Отель нам понравился. Сейчас я покажу. Отель так вот он выглядит со стороны. находится он относительно недалеко от центра где-то километра полтора до от центра но нам пешком самое то это для нас хорошо да сейчас пойдем гулять где-то пообедать пошли идут пойдемте пойдемте анюта вот и товарищ уже пообеду да ей это хорошо буквально в минуте ходьбы от нашей гостиницы немецкое кладбище и баптистская церковь я еще и подумал неожиданно да какая интересная старорусская архитектура ну да особенности крест не но вспомни сколько мы тогда находили великом новгороде смешанная больше архитектура есть такая более четкая здорово скверик приятный хочется все-таки летом вернуться сюда погулять но ты скажи зрителям что мы уже почти вернулись потому что нам сказали что столько интересных маршрутов вокруг до пскова даже как и чур и что там еще монастырей куча старе вот то что нам дядь варя рекомендовал но это все на более теплую погоду конечно а вот там кладбище до как за храницей за границу нам поможет за границу нам не поможет идем дальше уютное место такое красиво зашли на мост тут такая быстрая весенняя река как речка называется весенняя река так и называется обалдеть как я угадала скала анюта скала а это парк копия нет не он вообще не угадали его найдем все-все-все-все так красиво с нами на этом уже об этом мы узнаем завтра на экскурсии надеюсь и мы расскажем об этом мама не будем гадать да и дома такие солидные частные уже эти там башни какая-то красивая до торфяная знали что это за башня михайловская башня круглая чтобы не перепутали это круглая михайловская башня жаль что по лесенкам нам не подняться но в принципе есть тропинка я думаю что мы обойдем а эта часть наверно крепостной стены да предполагаю что да если она примыкает и кстати пролом наверняка шведы сделали в сажгли ой слышу а так хочется туда давай нам с коляской уже все забудь о том же птички уют гнезда тогда даже внутрь наверно можно попасть а я вот и пробую внутрь не полезу классно ох какой вид на тебя не не мы туда не пойдем да и зачем это все равно на лестницу возвращаешься век вид на речку ой здорово а там внутри прям башню для настоящие прям настоящий больше поджидать неприятелю вот там лучше знаешь куда дальше в какую сторону но пойдем вдоль реки не эта идея нравится вот так такая толщина стен нам пришлось вернуться в проем потому что с коляской не пройти специально для таких за таких как мы лишь удобно как бойницы уходишь ну даже вот там толщина стен это уже для орудийного выстрела это не для идем другими тропами надеюсь да мы вернемся на набережную таки домики уютные многоквартирные я так думаю что это злодейство что освобождение участка второе архитектуру сжигают чтобы получить пятно под застройку место наверняка дорогой арно и дорогой мне нравится такого домик симпатично и в новгороде давили да 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 вот эти вот стилистика как спальный район назовем выяснилось кусочек набережной не такой большой здесь он заканчивается мы так обрадовали что мы на него мы на нее наконец-то вышли но ведь все равно очень красивый а интересно рыба здесь есть рыба есть есть птица есть что пойдем искать дальше на вот идем посмотрим ее и дальше кстати и мы все-таки выйдем к парку куда извини вот за молодец вышли к парку копио финский парк написано что это здесь вот можно арендовать беседки пожарить шашлычки шнувит конечно на речку мне очень нравится да и здорово что организованное место где можно отдохнуть компанией вот я сейчас извини что думаю хорошо что мы не поселились центре и не пошли опять в кремль до сказали бы вот весь псков мы видно а в реале мы опять ничего не видели вот только сейчас мы начинаем смотреть город а на той стороне советские домики аккуратненькие красивые мне очень нравится вот кронштадт конечно замечательный город но так не хватает вот таких вот скверов и парков что у нас их очень мало но то здесь и с вами соглашусь олег евгеньевич но может быть это вот ее развалины какие-то я не знаю по карте найдем на дорожку вот там выйдем вдоль а все тоже ищет ее просто нет слов как все это живописно а ты знаешь а мне и весной нравится есть в этом свое очарование и думаю что летом это речка такая быстрая и полноводная да наверное все так помельче а так природа просыпается красота на маленько да очень нравится до впереди как красиво а виды ребята и птиц на руководстве я думаю летом такого не будет точно утки утки вот где все утки а ты все переживал что в кронштадте уток не осталось я думаю что здесь речка по лужи по берегу еще можно гулять ему с этой стороны красота я прям не могу да а здесь наверное катается на санках с этой горки зимой детский городок классненький впереди да я изголодалась по впечатлениям но мне все так нравится все так живописно чисто аккуратно это называется вору после заключения полгода да выпустили наконец-то выпустили на свободу не ну согласитесь очень уютно повторюсь да чисто для меня это тоже немаловажно когда не валяется мусор кругом какие там домики а дворцы слушайте говорят что плохо живем порадоваться тех кто живет хорошо ну там прям какая-то замка вы уже ну посмотрите да здесь это вообще получается дом цоколь 1 2 1 этаж 2 этаж мансарда вот олег евгеньевич есть чему стремится нет вот к этому но это мы уже достигли этого уже достигли хочется все-таки домик с мангальчиком уютный дворик чтобы ребенка было где единственное что ветер сильный но вон церковь то церковь пройти можно здорово молодцы кто это все организовал здесь что тебе также радостно как и мне мне очень нравится так это мелочь на самом деле но дома то дома какие добрый день дорогие друзья приветствую вас на нашем канале каждый день добрый день меня зовут меня зовут лора главное говорить правильные вещи добрый день